я вам представляю рома мурадова и я очень рад вообще что согласился на и поговорить я всегда и вечно остаюсь твоим преданным фанатом и в общем ты продолжаешь как-то радовать удивлять официальная часть официальной части я на этом закончу я думаю что просто если у ребят возникнут вопросы пожалуйста пишите в чат я буду озвучивать и здесь сложный разговор вот ну рвается рост я спрошу сам больше всего меня интересует то что ты сейчас открыл новую так скажем ветвь своей работы свое творчество и я тебя поздравляю что она теперь уже официально как бы оплачиваемая до твоей новой профессии я имею ввиду трехмерную графику а ну я сделаю а дофига просто за одну из них деньги заплатили я так понял да не будет что я говорю ты сделал их полно но за одну тебе заплатили деньги да ну это это я давно хотел изучить но блендер был совершенно безумный у него предыдущей версии и где-то кажется летом конце лета не обновили на 2.8 и эта версия она на уровне адобовских проектов так далее и он бесплатный поэтому я всегда хотел что-то новое в 3d сделать чтобы потом может быть сделать анимацию или игры или что-нибудь совершенно другое что то есть ты еще не пытался читать свое рисование с трехмерной графикой пока новый когда на самом деле я думал об этом я пока все еще учусь 3d поэтому каждый раз когда что-то делаю пытаюсь какую-то новую вещь там изобразить поэтому до сих пор у меня нет как бы такого постоянного процесса который использую и как бы еще мне нужно будет сделать вот этих маленьких роликов до тех пор пока буду чувствовать что я могу работать этим также как я работаю карандашом так далее да здесь не хочу 30 минутный фильм и потом где-то в середине я пойму что я все неправильно делал слушай вообще потому что мне всегда хотелось мне не всегда хотелось мне никогда не хотел сделать фильм особенно анимации ничего интересного но в какой-то момент я понял что все мои идеи они лучше работают в с учетом времени я там читал свои рассказы в книжном магазине и люди на это реагировали они всегда потом говорили что это лучше воспринимается чем когда они читают и потом где-то месяц или два я пытался делать стендап и это было очень депрессивно потом я подумал что могу делать самое но без вот этого элемента выхода перед людьми и так далее и много вот этих маленьких рассказов которые я хотел сделать что-то типа подкаста там где каждый эпизод будет 10 секунд потом я все сказали что это безумно и никто не будет и я подумал что если там будет анимация если анимация 10 секунд это в принципе неплохо ну и сейчас как бы многие идеи я хотел делать книгу очередную у меня был полный план я рисовал там на сто с чем-то страниц и когда начало рисовать и сделал где-то 10 страниц и потом полностью потерял интерес и лежал в кровати и стал представлять как она бы выглядела если бы это был такой стоп-моушен с куклами и потом может быть я просто сделаю это в 3d и это будет прям то же самое может делать настоящий стоп-моушен это нереально не нереально мы оба знаем людей которые это делали я у меня как бы нет такого же терпения и внимания как у олеси например я не представляю чтобы я мог там пять лет потратить на один фильм ну как как у тебя вот ты чувствуешь какие-то новые процессы вот ну радикально новые когда ты делаешь анимации у тебя отношения со временем меняются или ты просто имеешь те же ту же логику со временем смысле с процессом до вас процессом да рисовательный процесс намного более интуитивный здесь тоже в 3d делаю все не так как положено и когда выкладываю такие настоящие 3d мальчики 12-летние мне всегда пишут комментарии типа ты сначала разучись потом делает такие мудрые советы о том как нужно правильно моделировать ну потому что этот мир он намного более консервативный по моему чем и в основном там делают либо реализм либо пиксер либо лоб поле либо такой глича я не знаю что делать но люди говорят что несмотря на то что я пока пытаюсь разобраться в каком стиле хочу это делать какая-то эстетика все равно будет проходить и да ну и мой процесс он все равно как намного менее распланированный чем только большинство людей это делают то есть я начинаю у меня есть наброски они будут так полные не читами потом я но люди сделал так они рисуют прям полную схему потом они обводят блендере то есть нам шар куб здесь я обычно просто беру клубы из этого клуба начинаю вырезать и это больше похоже на нас культуры то есть ты с одной стороны заходишь из рисования а с другой все-таки там ну как этот процесс ломается у тебя да ну я стараюсь там не там можно сделать обведение вектором то есть ты берешь как в иллюстраторы и начинается так вводить свою форму потом ее делаешь трехмерно надо как-то не интересно мой процесс простой я просто беру клубы и делаю ему эта вещь называется subdivision это модификатор который добавляет то есть если у тебя есть четыре плоскости то она становится 8 и так далее и если там сделать модификатор три раза то куб превращается в шар и потом там его можно так добавлять 5 потом ломать и весь мой процесс это идет добавление ломания что сейчас когда это сказал это действительно похоже на то как я обычно работаю процесс там добавление многих слоев так далее потом редактирование этого всего сложно сказать иногда да иногда я чувствую я вижу там свой рисунок которые две секунды нарисовал я вижу что он все равно лучше в нем намного больше жизни и сделать это модель довести до того же уровня живости это непросто и на это выходит час ты сношение со светом текстурами и так далее и все это очень интересно но необходимо естественно если я мой план что я надеюсь это куда-то пойдет и я стану чем-то больше чем любителем и потом я смогу просто иметь скажем не на двух людей которые будут не помогать с этим которые более профессиональные аниматоры и модели и если так то это все намного проще потому что это не рассчитано на одного человека твой процесс или вообще процесс работы 3d ну опять таки есть сам дэвиду райли и другие люди которые делают одиночестве как правило в стиле которые как можно более минималистично в принципе мой тоже минималистично это возможно но я пытаюсь в основном всех этих анимациях которые делал там есть вот этот элемент стоп-мошенную то есть я делаю плавную анимацию потом в каждую вставлю там каждый третий четвертый кадр как называется ключевой кадр и потом меняют интерполяцию что вместо того чтобы она так плавно шло но все идет вот так и ну и моя идея в том что можно из этого сделать что-то интересное когда у тебя одновременно идет плавная анимация и стоп-мошен то есть это то что невозможно сделать круто а ты не пробовал собственно рисование вносить в трехмерные модели то есть не уже у меня была такая что что-то нарисую на бумаге потом ложу и там пока я просто как бы стараюсь концентрироваться на том чтобы разучить вот этот прибор и понять как что могу в нем делать и потом когда я уже буду но сейчас я могу сделать уже что-то официальное и как-то комбинирует эти элементы но я хочу немного больше понять этот процесс и потом я уже могу вставлять то есть я пока что вообще ни разу не рисовал свои текстуры слушай я такой вопрос я знаю в принципе ответ на него но я хочу что ты говорил то есть я знаю что от коллег наших волнует аспект вот этого перехода то есть у тебя ты уже художник со сложившимся каком-то клиентов сложившимся именем и вот ты переходишь какую-то совсем другую технику то есть здесь какой-то страх по этому поводу что тебя не примут ну да каша есть как бы как страх сцены или ты ну как-то просчитываешься и риски вот ситуации как в тупую иду вперед и смотрю что произойдет не ну большинство я делал из этого ничего не вышло то есть ну до этого я там рисовал книгу на сто с чем страницы потом передумал или делать у меня было как книга на 60 страниц в краске которая выбросил цвета то есть да ну просто как эта история не складывалась и не знаю что с ней делать и в итоге забросил и губы не знаю может быть с этим тоже я сейчас потрачу два года изучению и на самом деле я не хочу я уже довел до такой степени что я вложил слишком много времени сейчас это бросать как-то не очень и я не думаю что это будет моя профессиональная работа все равно это делаю для себя и моя то что я хочу делать это короткие фильмы у меня есть несколько идей на если в идеальном мире это был бы там ситком или короткий фильм на 20 минут с актерами и так далее но я не знаю как это делать нужно писать сценарий куда-то его отправлять там потом работать с людьми тут я могу как бы все сам сделать и если что нужно это голоса и даже это можно просто какие-то шумы поставить все ну и возможно из-за того что то еще выйдет сложно потому что я привык что я жду кого-то заказ и сейчас мне этого нет и мне нужно заставить себя работать неделю над этой 10 секундной анимации никто не заставляет меня это делать никто мне за это не платит и и да у меня как бы есть 10 лет другой карьеры которые которые люди ассоциируют со мной сколько уже ну наверно 10 не на слушай я может такой вопрос смотри вот то что ты сейчас за трехмерный график понявшите там видеть свои процессы и что блендером ну как бы тебе помогает как в этом но как бы это связано ли как-то какими-то тайными потоками с тем с гибелью журнальные печатные иллюстрации или ну да конечно связано ну опять-таки не так что я думал о май гад что делать скорее это связано с гибелью меня как авторы ну потому что меня уже очень давно не нанимают никуда где-то год или два-три как нанимают но совершенно не так как они одно время нанимали и именно журнала и там нью-йорк-таймс и так далее нью-йорк-таймс я делал наверное каждый месяц как минимум на протяжении трех-четырех лет и сейчас я делаю на раз или два раза пропал тебя кто-то заменил там у них или или просто наверно заменил я не знаю ну как бы там меняются арт-директор и так далее и я вообще никакой а можно не делаю кроме инстаграма то есть я просто выкладываю то что я делаю в какой момент я понял что то что я делаю это направление в котором идет моя работа они становятся менее популярны нет началось где-то на 0 5 назад и когда я начинал там все было более элегантное и красивое и потом я стал все делать как можно более набросочные наивные так далее и ну как бы чем меньше меня нанимали тем больше я это делал из не знаю как назвать извращенного импульса в таком порядке да ну то есть что я хочу сказать как бы то что меня не нанимают я это воспринял как дополнительную мотивацию что мне нужно просто что-то другое делать потому что единственная натива это вернуться к тому что ты делал раньше что ты не хочешь делать и какой смысл ну к тому же за деньги я делаю в основном работа для всяких тех компаний и так далее которые обычно можно описать вот этот процесс почему то есть ты как бы более брутальным становишься или что происходит почему тебе вот эта элегантность больше не влечет мне по-моему никогда особо не влекла это больше было как желание войти в какую-то сферу и я знаю что людям нравится я могу это сделать за день например а за деньги например ну да но в этом дело что денег там не так много ну нью-йоркеры платят нормально но это единственное место и в нью-йорке последние там не знаю сколько-то лет я там был наверное 90 процентов иллюстрации которые делал это были советские композиторы и они просто решили что я эксперт по отечественной классической музыки которые никогда не понимал и ничего об этом не знаю и да то есть какой-то идея что ты не художник а ты просто как иллюстратор в худшем смысле слова как человек который просто заполняют какую-то дыру определенной формы слушай а тебя не углы и масштаб наоборот не тянуло никогда там галерейную живопись какие-то да но я не знаю как это делать я не я сейчас последнее время больше работаю красками опять-таки потому что противоположность блендеру где-то сидишь и часами там двигаешь какую-то лампу сейчас я люблю просто взять такую принтерную бумагу и на ней что-то намазать я не знаю что делать то есть надо куда-то отсылать с кем-то разговаривать франциска у тебя там нету ну какой-то активной сцены ты ходишь по выставке у нас все художника уехали отсюда один из двух оставшихся ну все остались технические иллюстраторы которые делают работу для стартапов что я тоже делаю но против своей воли но я думаю что через год или два я наверняка уеду либо на думаю был нью-йорк или или лондон или берлин или где угодно лучше как сказать то есть планки такой есть что ты хочешь как бы выставляться или ну да да то есть эта проблема именно в том числе местное сам францискостя местно да я думаю как бы вкус местный не соответствует тому что я делаю и не знаю где он соответствует согласно инстаграму большинство моих подписчиков в лондоне можете это интересная кстати тема почему именно в лондоне ты задумался об этом то есть стиле как но я знаю что сам франциско кажется в самом конце списка городов можно вернуться на шаг назад расскажи нью-йорк лондон потом москва потом лос-анджелес и в конце сан-франциско вот такой ты не мог бы рассказать поподробнее про идеальный мир и про твой ситком может быть что-то изменилось и в общем расскажи про ситком и про идеальный мир что вообще в идеальном мире происходит моем идеальном мире если бы были все деньги на свете ну да я бы не работал за закат на заказов вообще никогда ну да еще одна причина по которой я не делал никакой промоушен и когда я стал менее популярным я полностью это принял потому что я обновлял свой сайт и я посмотрел на все что я сделал как иллюстратор я понял что из этого всего наверное там две картинки которые мне не стыдно смотреть на я очень редко говорю по-русски поэтому мы уже пробовали вы переводитесь хочешь вот да нет да я понял что я не сделал вообще ничего за эти годы то есть нам все эти опыты и рисунки в new york times они все связаны с какими-то современными событиями и нам выборы вы когда на это смотришь через год даже ты понимаешь что это бред и я представляю если я посмотрю на это через десять лет это будет наш как находишь эти книги из роковых пятидесятых где такие журнальные иллюстрации там про местных политиков тогда и смотришь на нужно о чем они вообще говорят что вы это ну знаешь у меня как бы я так много скопил своем детстве иллюстрации про то что я не понимал что у меня другие немножко отношения я говорю кашу так очень широко не знаю я помню я был в лувре и тоже думал хвостом безумное собрание вообще абсолютно бездарности людей явно есть умение талант но они просрали все это умение талант на коммерческую живопись большинство лувре иллюстрации местные библейские сюжеты или какие-то придворные портреты и так далее то что я сейчас делаю для журналов или для тех это те же самые придворный портрет то есть это не моя работа и как много стыдно за это я чувствую что я трачу то что у меня есть то на чем я работал многие годы и то ради чего я не давал себе жить по сути ну то есть вместо того чтобы как все нормальные люди выходить и гулять сидел ли там копировал сначала так далее и зачем для того чтобы рисовать какой-нибудь компании логотип у тебя была альтернатива ты выбирал как-то иллюстрацию между чем-то и чем-то нет ну в это дело что когда выпускался мне нужно было найти работу чтобы остаться в стране в итоге работы не нашел нашел до женщину потом все так то есть моя карьера она была абсолютно не не линейно у меня не было идея что я хочу быть журнальным иллюстратором никогда это было просто единственно что ты можешь делать по сути если ты делаешь что-то в своем стиле другая альтернатива это анимация так далее но ты не можешь делать свои собственные вещи если что получить работу в пиксере ты должен рисовать как пиксер что я пытался делать но я просто не мог и конечно если бы я мог и получил бы эту работу я бы ненавидел каждый день своей жизни поэтому сейчас как бы заработав какой-то вот это ими я чувствую что я могу наконец-то начинать делать собственные вещи и не работать на других людей как из этого делать деньги я не знаю пока из всех книг которые сделал из всех из всей собственной работы живопись или нет я не получил вообще ничего что печально ну да в идеальном мире я бы делал свои фильмы и книги и если мне никто за это не платит до конца моей жизни нет абсолютно безразлично если у меня есть квартира и библиотека и сад ну и да а ты можешь остановиться все-таки на ситкоме то есть вот конкретно рассказать как выглядел бы ситком твоей мечты что это за ну да я сейчас делаю надо будет книга потому что я не знаю как начать это делать я хочу сделать книгу в таком более простом стиле примерно как джейсон такие простые персонажи с животными головами и это будет о сан-франциско о этом этой среде неолиберализме и капитализме и как бы столкновение искусства и технологии мне кажется об этом никто не писал так как я хочу написать то есть это всегда было в таком более куда академическом скучном стиле мне кажется было бы интересно писать в таком более брутальным комедийном стиле и так далее да ну а по поводу я хочу делать как более короткометражную фильм опять-таки она не получится поэтому я буду делать анимацию потому что этот то что могу делать сам и у меня есть там пара идей не знаю как описать ты смотрел этот стоп-мошен фильм без магнифисент кейк его невозможно найти есть только трейлер и вот у этих двух ребят которые сделали этот фильм у них есть еще короткий фильм на биме который называется это прекрасных стоп-мошенов которые видел последнее время и вот он именно интересен не только тем как он сделан там все из из шерсти и он выглядит прекрасно ну и пока по сюжету и по повествованию там вот сложно сказать что это там есть какие-то элементы юмора но при этом он очень мрачный и концептуальный и вот мне хочется делать что-то что как бы не помещается в эти эти фрагменты что это ситком или нет то есть наш делать какой-то фильм на 20 минут где люди смотрят и сначала все это весело и потом это непонятно и в конце они выходят и чувствуют что жизнь потеряла смысл слушай я хочу спросить это все очень прям важно да тут лига спрашивает видел ли ты последнего масоке юаса руки против клуба как он называется да мне говорили что он хороший я видел его другой фильм который ride the wave и он был ужасный ужасный да у меня было просто такое падение духа потому что я большой поклонник и вас и особенно mind game для меня это было как такое становление и в последнее время по моему пытается заработать на пенсию то что он выводит где-то там по три фильма в год и и последнего фильма ну как будто вообще ничего общего не имеется ранним творчеством такой хардкорный анимешный мейнстрим ну ты знаешь mind game да да конечно конечно нет юас очень крутой я последний конечно не видел ну вот я думаю что викина рекоменда можно верить слушай мне вообще вот такой глобальный вопрос к себе ну вот я не хочу как бы говорить про тебя и себя мы потому что мы немножко разные вещами занимаемся но все же вот есть какая-то ну категория художников которые пытаются влезть куда-то между жанрами да и что-то сделать такое что для зрителя будет трудно каталогизировать да и как трудно найти этому месту в понятной структуре вещей мне кажется что ну как бы существует какой-то зритель как бы у таких художников как ты ты наверно лучше его знаешь как бы его больше становится меньше он вообще жив что с ним кто зритель да ну то есть понятно что как бы в какой-то степени ты такой художник для художников да что мне кажется можем оценить только мы я очень-очень жду эту эту оценку на самом деле как бы я без шуток я знаю что люди поймут то что я делаю лет через двадцать после того как я мру и если найду ну да ну как бы что с этим делать рисуешь для для будущего не себя ну да зрители зрители не то есть как бы я не знаю наверное считаюсь довольно таки известны это очень сложно сказать потому что с одной стороны мне кажется как этот мир разделен на две группы и когда последнее время был такой большой шит-шит-сторм когда не знаю это видел там меня очень много срисовывали и несколько диких компаний сделали такие типа сток пакеты в моем стиле да и недавно я сделал интервью для комикс джурнал где так прошелся по всему этому прямо скажем не элегантно с приличным количеством мата и как бы реакции на это было что да то есть люди которые знают меня и знают мое творчество они были рады что я об этом говорил и не боялся об этом говорить так далее но опять-таки это потому что у меня есть какой-то вот этот статус и определенная безопасность я могу высказать это мнение но большинство из нас не могут и почему это говорю есть другая часть аудитории которые так сказать обычные люди не хочу изучать безумным словом но вот этих обычных людей я выгляжу как каким-то сумасшедшим старпером которые жалуются на будущее и так далее для них все что я делаю это просто как это бессмысленная мастурбация где вместо того чтобы рисовать красивые вещи я рисую там какой-то крестики и нолики и так далее причина по которой я стал делать книги и сейчас заниматься так далее они и какие-то публичные вещи это потому что я не люблю связываться с людьми и их мнением и когда и выставки то же самое если я делаю книгу и кто-то прочитал и она им не понравилась я не вижу это я могу прочитать их обзор стараюсь ничего не делать этого но мне бы нет нет вот этой близости к аудитории которая мне не особо нужно то есть ты главная своя аудитория это ты да ну да я приезжал и я перечитал пару своих старых книг и я думал что за бред ничего не понял во вторых не знаю ну естественно тебя всегда будет раздражать свою старую работу но там меня прям удручила все это но потом я какой-то момент наверное году два назад я стал делать вещи которые меня больше не раздражают начиная с книжки resident lover мне кажется как бы я достиг какого-то уровня где начинается моя так сказать взрослая работа которую я больше не стыжусь напомни я просто я видел ее как факт но не держал в руках вот resident lover после нее что-то еще было и просто расскажи что у тебя вышло и как ты с этим как бы соотносишься я могу сделать скриншер на самом а если можно кстати было бы вообще отлично ну да вот это это вышло и это очень маленькая книжка которая куш в лапе выпустили это была первая которая сделал полностью цифровую и было в дне комфортной зоны но не на я по сюжету и по представанию она мне до сих пор нравится и то что я сейчас делал она вот выходит не знаю когда вот кстати как будет анимация блендере собрание картин да да ну вот моя новая книга которая по идее вышла ну вот эта книга она сейчас я просто открою как называется приключение мюнхена в марселе дюшане да 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 ничего себе и надо эта книга работал где-то года три вот видно да да это вот как бы последняя книга которая сделать французского издателя она по идее выходит следующей неделе но сейчас ничего не понятно что вообще выходит и как и здесь моя идея была как бы написать биографическую работу которая где-то 95 процентов вымышлено то что называется биографическим роман и вот это я все делал очень традиционно тушь перо кисть два слоя на это ушло невероятное количество времени и я устал поэтому тоже физическим мои руки сейчас намного больше болят когда рисую то есть я не могу 5 часов подряд что-то переделывать и поэтому я тоже стал изучать блендер то есть я пытаюсь разбить свой день где 1 час я постараюсь больше часа в день вообще не рисовать просто для физической нагрузкой и становится в основном блендере и там просто ты мышью двигаешь всякие вещи вокруг но при этом да все я хочу делать больше книг потому что это интересно и опять таки все что я делаю как художник авторы в этом есть авторитарность то есть я люблю все делать полностью сам начинают дизайна и заканчивая представление но это я не пересчитывал еще но я доволен ею она очень странная но при этом там как все понятно что происходит например здесь он квартиру и его этот хозяин показывает как пройти в эту квартиру через туалет и между туалетом и его комнаты у них там есть система стучания если он хочет воспользоваться туалетом то он стучит три раза и потом там выступает качество минут которые нужны для того чтобы использовать туалет то есть там есть вот эти комедийные элементы но они как бы построены в в мире актуального искусства в мире душа на и грабы определенных ссылок на его творчество там довольно таки мало это больше как если представить что если бы он если бы его творчество было наркотиком и я его использовал и после этого написал классная метафора и да как бы эта книга довольно таки доволен не знаю буду чувствовать себя позже ты говоришь что она выходит вот сейчас да где-то да ну моего издателя она уже есть читает что это есть страница которая полностью черная то есть элементы которые довольно таки нестандартный например здесь вот эти четыре головы я просто я нарисовал голову мне она не понравился нарисовал альтернативные головы я думаю что потом фотошоп я их поменяю потом я сканировал подумал на самом деле так выглядит лучше и как бы в этой книге наверное больше чем когда-либо дошел до вот этой идеи что ты оставляешь весь процесс так как он есть здесь было очень много редактирования и на каждой странице я сидел набрят страницы не было вариантов 5 этого неба и заднего фона и так далее но при этом как бы многие части этой книги нарисованы и они оставились именно так есть например вот этот крест который здесь стоит этим я помечаю когда мне нужно что-то удалить и когда мне она не нравится и в какой-то момент я понял что вместо того чтобы удалять я могу просто оставить этот крест это хорошая книга или нет это не мне судить я не не видел чтобы кто-либо это делал и это дает мне какую-то радость жизни слушаем технический вопрос ром а ты используешь вот в этой графике белый цвет смысле белую краску или какие-то да в этой книге я я нашел отбеливать у меня факультетной комнате знаешь такое олдскульные белила которые пользуются но не художественное она очень некрасиво смешивалась краской с тушью поэтому вот этот эффект это убилила обычно нет то есть обычно оставляют так как есть но вот в этой книге я как бы экспериментировал с этим немного раз свет очень круто сделал мне кажется там прямо сияет белый не поэтому что интересно насколько ты сниму как бы и да и нет она будет напечатан на желтоватой бумаге и она немного по-другому будет но опять-таки это был очень сложный процесс потому что я пытался как бы спланированно сделать неряшливость вот мои рисунки которые я просто делаю себя это работа которая я считаю что это лучшее из того что я делаю как художник ну да ты нарисовал на самолете наш когда пять часов где-то ничего не делаешь доходит до степени которые очень похожи на опьянение я видел что мой сосед смотрел вот это lion king 3d и я стал просто закрывать все что происходит на экране время как было турбуленция и выжил ну и потом как мы описание на она тоже в основном никуда не идет и мой процесс опять-таки я стала как бы смотреть на мой процесс как результат ну рано или поздно я наверно перепишу это и вставлю это как текст но другой стороны вот этот процесс зачеркивание это это и есть моя работа опять-таки это такие же рисунки от они были зарисовками для чего-то другого который никогда не стало сейчас я просто как бы свыкаюсь идею что мне нужно перестать делать дорисовки и не нужно понять что зарисовок это и есть финал всем все вот эти рисунки они именно зарисовки и да то что я сейчас делаю гуашью опять-таки я не знаю как писать краской я вообще не понимаю ничего о цвете не хочу понимать мне кажется есть в этом как это элемент необходимости то есть ну как дэвид шригли я считаю что он один из лучших художников сейчас потому что он согласен да ну во первых он делает невероятно смешные вещи и во вторых он вот этот стиль он действительно него столько имитаторов но никто из них не делает это то как он делает и это сложно просто заставить сделать ну да я знаю что людям это не нравится но на инстаграме никому нет до этого интереса вот эти красивые перерисованные руки для меня это намного более интересно чем если бы я делал эти руки правильно вот эти фильтры для инстаграма и не знаю зачем это делал если вы зайдете на мой инстаграм посередине из кружочек с лицом и там все эти фильтры и да из них стиральной машины там есть нажать на лицо она начинает кружиться свет очень модно да это не я просто не знаю как это работает ну то есть ты можешь можешь просто вывести штуки да в инстаграм да на самом деле люди зарабатывают этим безумное количество денег я не знал что это вообще возможно где-то я прочитал что люди получают там сто тысяч долларов за фильтр и доста какие-то безумные вообще то есть этот фильтр для gucci или nike adidas меня никто не заказывал я за эти фильтры ничего не получал то что для себя делал но не знаю оказывается люди это любят но сейчас я это очередная вещь которая взял что-то сделал и потом бросил то есть ты можешь как я не знаю переформулировать точнее ну то есть мне кажется у тебя просто больше свободы становится да в твоих работах со времени но опять-таки это свободы определенное привилегии того что я наработал в плане имени и так далее я не мог это делать 10 лет назад потому что ну как бы никто не знал и кто знает может быть если бы это всегда делал все было бы проще и у меня не было бы огромное количество работами на которым не интересно смотреть слушать и вот кстати говоря прошли гли заговорил понятно что он как бы человек жанр до артист оригинального жанра но вот есть какая-то ну скажем так ценность даком устойчивом потоки вещей определенной формы да то есть данную виду что у них появляется во-первых как количество приходит в качестве во вторых просто наматывается зритель данный поток да да не ну он таки несмотря на всю свою странность он довольно таки типичный файн артист куда том плане что у него есть та вещь которую он делает и я просто его скульптуры его двухмерная работа они все равно довольно консистентный просто если по графике может предположить что он какой врачок нельзя вот я хотел сказать что у тебя просто есть какая-то вот сила ну литературно как бы мастерства и вот эти вот короткие какие-то сочетания картинки и текста там то что с ногами да 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 я вот я только что обновил свой сайт наконец и я сделал вот эту секцию картин то что я отсылал в нью-йоркер и она ни разу не напечаталась ну да наверное основное беспокоит уже ну с наверно самого начала это то что моё чувство юмора не проходило в моем творчестве вообще практически никак то есть все было мне наверно не знаю либо не давался разрешение так сказать либо что-то еще но так или иначе к бы рисовал вещи которые не были комедийные своей эссенции было что-то другое с небольшой элементом иронии но сейчас да я вот пытаюсь найти какое-то русло где я могу делать вещи которые просто смешные опять таки то что вызывает во мне смех это не то что вызывает у всех смех я не думаю что она там невероятно уникальное но в то же время это например вот пример того что наверное лучшая работа которая делала в своей жизни и все как-то пошел гулял там нашел какой-то яхт-клуб здесь и я просто фотографировал кучу этих яхт и придумал всякие глупые названия для них потом пришел домой и где-то потратил часов пять фотошопе делая вот все это и потом я это отослал там нескольким друзьям спорить и безумные яхты я нашел в итоге это выложил в инстаграм и все в это поверили и большая радость ну примерно то же самое я взял кучу фотографию льва толстого применил к нему концерт фотографию дефолтных фотошопных кистей и дал им всякие названия и выложил вот мои кисти я потом посмотрел на инстаграм по моему от меня отписались где-то три тысячи человек чем я был очень доволен но как бы я это сделал и я подумал это принесло мне намного больше счастья чем что-либо что я нарисовал до то время и поэтому я выложил на свой сайт то есть так сказать это имеет точно такое же значение в моей работе как и всякие принты и так далее но я не знаю что с этим делать в этом в этом проблема потому что никому это особо не нужно рома мне мне это нужно держи я понял слушай но памятник себе но некое отражение себя да ну больше чем раньше это точно как бы что я раньше делал это вот по моему я удалил свои совсем старые работы отсюда но даже если посмотреть на это тоже интересно даже если посмотреть на вот это ну да там есть какая-то определенная эксцентричность но здесь все настолько выдрючено и если посмотреть на мой инстаграм там от начала до конца что я надеюсь никто не будет делать то есть даже не знаю вот это например одна из этих анимаций которые сделал и опять таки это когда я это выложил на какой-то блендеровый форум меня там забанили они типа решили что это шутка то есть это я не знаю что это ну я сделал как не в том смысле шутка и к работе что это не настоящий давай а думать что это просто как знаешь как люди смотрят на современное искусство и считают что это какой-то обман что-то большой большой заговор против настоящих слушай ну а можешь сказать я понимаю тоже примерно как это у тебя устроено но вот если у тебя ревность к современному искусству как то есть искусство графики и современный искусство где соотносится такой вопрос ревность есть потому что я хочу в нем быть ну да как считаю что то что я делаю она я уже точно давно не иллюстратор я могу быть иллюстратором я делаю иллюстрации и но я считаю что намного больше чем иллюстратор но в то же время я чувствую что вот этот иллюстраторский груз он немного не дает мне быть художником и ну как бы то что я не выставляю свою работу галереях не позиционирую себя как файна лист я просто выкладываю такой четкой идея о том кто я в таком маркетинг стиле долгое время здесь вообще ничего нет когда я писал биографию я всегда там иллюстратор и потребуется долгое время чтобы перейти от иллюстратора писать армист и тому времени у меня уже было там пять книг и так далее то есть не было особо необходимости быть скромным что тебя все-таки подвигло перейти на армист разговоры с друзьями говорили что практически не делаешь ты делаешь что-то другое но не знаю все время я чувствую что в каком-то переходном состоянии то есть не знаю что дальше и так далее тебе это скорее нервирует или скорее радует или пополам скорее нервирует сейчас у меня финансовая ситуация нормально потому что я делал эти рисунки для наушина и не хочу делать это всю мою жизнь потому что это не интересно ну вот это как бы то чем я доволен когда это сделал год назад я могу сейчас смотрите хорошая работа да это то что я делал дуранты и когда я смотрю на когда смотрю на этом я не чувствую вообще ничего то есть пустота нормально сделано для чего она и увидят и так далее слушай а сам ты смотрит тебя вдохновляет есть что вот моя последняя работа на кого я смотрю да да у меня даже есть страницы людей на которых я смотрю которые на сайте ты имеешь ввиду да ну на самом деле это больше когда у меня нет времени работы людям можете нанять кого-нибудь из них планы мертвые но это например его работы очень люблю и японский манго художник вот он для меня один из наиболее интересных графических художников сейчас потому что у него есть вот эта интересная смесь манги и муми троллей и у него такой красивый цвет всегда бывает да я знаю как бы с ним довольно много разговаривал интернет то есть я знаю что он очень любит xl стайнберга и разных европейских художников и вот это культурная связь я как бы с него сейчас рисована много ну например вот этот комикс откровенно ну когда ты нравился что он мастер но я наверно слишком много на него смотрел ну да стерео спорта конечно важная вещь наверное скорее мне сейчас больше даже когда смотрю на художников там сезон и так далее мне всегда нравится их выброшенные незаконченные работы и у меня всегда было вот это obsession с незаконченностью интересные вещи которые выглядят как какие-то выброшенные наброски и так далее когда чем что-то более закончена и ну и там моя идея всегда вот как можно сделать законченную работу которая чувствуется закончены но у нее есть вот эта атмосфера процесса то есть когда ты видишь как положено краска ну вот макс например делает да макс красавица да и мне кажется ну собственно блендер я тоже пытаюсь делать эти вещи которые имеют такой вот элемент то есть специальная сломанность тогда это все можно я считаю что это можно сделать как бы в любом в любом в любом medium как называется формат инструментарий инструментарий слушай я тебе хотел сказать что короче тут я разбирал подвал с переездом в московье и нашел книжку который называется мечки александр флоренский описывает ну может быть ты знаешь да там их питерские художники которые такой наивный искусство их там еще своя субкультура они там дружили с гримичковым и так далее у них там есть словарь и в словаре есть значит ругательство заподлицо вот которое означает излишне тщательно то есть они значит когда-то у них значит их главное ругательство заподлицо да ну нет ну вот я как бы я всегда стараюсь каждую книгу делать в разном стиле и это никогда не повторяться и ну вот сейчас то что я сейчас пытаюсь сделать у меня вот есть один не знаю как назвать новелла whatever изначально это должно было быть 20 страниц осталось 40 потом 120 сейчас я пытаюсь вернуть ее обратно в 40 я хочу это сделать как бы в как бы под влиянием всей этой манги которую я люблю и так далее что я пристану скилл шарит на скилл шарит как называется скрин шарит и то есть это процесс вот например эта книжка которая сделала маленького корейского издателя и здесь вот все место цвета я сделал такой вот куски бумаги которые я просто отсканировал случайно и потом вставил ну и вышло так неплохо круто круто ну у меня вот сейчас я как а а как ты на него вышел или они на тебя вышли то есть то есть ты прям не знаю они на меня вышли как-то и вот слушай а вот книжки которые у тебя есть они ну то есть они твой основной доход или основной доход на них вообще никакого дохода нет о чем ты говоришь нет последнюю книгу которая сделала с фото графикс они мне предложили тысячу долларов и я им сказал это тысяча долларов не сделает никакую разницу в моей жизни давайте лучше вы ее напечатаете хорошо и сделайте цену как можно ниже и сделать им промоушен и то же самое даже с французским издателем которые намного лучше по деньгам там они тоже мне предложили адекватный аванс но опять таки если жить сам франциск она не особо я не могу три года на этом жить я не могу даже два месяца поэтому я сказал давайте лучше сделаете мне красивое оформление прозрачную обложку и так далее ну как бы это все огромный как называется vanity project как-то по-русски я не знаю как перевести но это непонятно для себя то есть это такое очень дорогостоящее хобби которое разрушает твою жизнь и ничего не приносит ну а конечно потом ты тратишь три года на книгу потом выходит книга и приходит 10 человек на подписывание и на этом все заканчивается потом кто-нибудь на goodreads пишет какой-нибудь яростный обзор что могу поверить что я потратил полчаса свою жизнь на эту бездарную книгу что-то факт и как бы как бы как бы смысл в этом нет если если ты можешь этого не делать то лучше этого не делать но у меня никогда не получалось это не делать то есть я всегда думаю зачем я трачу свою жизнь на это и потом через два дня я снова начинаю это делать в общем это как вот что-то наркотическое саморазрушительное окей ну это как бы в вдохновляющей ноте я бы тебе и отпустил бы но может быть у коллег есть вопросы какие-то давайте ну не то что я все спросил что у тебя хотел спросить на самом деле у меня конечно вопрос но я просто я просто счастливы все видеть что все что ты делаешь на самом деле мне интересно вот что и бы про галерею мы поговорили да вообще вот в объем тебе не хотелось выйти потому что я не могу делать скульптуру да если бы я мог делать в последнее время я говорил с знакомые по поводу папье маши и я думаю может я это попробую потому что это можно как-то это не дорогостоящее сделать но да конечно я хотел бы делать какую-то огромную скульптуру и многие части это книги душа там вот именно мои концептуальные идеи то есть там в конце книги он выстраивает такой как называется где птицы сидят на самом деле я по-английски тоже не знаю есть ли такое слово видимо гнездо где птицы сидят и оно в форме фразы и он кладет там хлеб эти птицы едят хлеб потом садятся наверх и испражняются в итоге выходят сообщения которые написаны птичьими испражнения то есть подожди это не было такого проекта да это твоя идея нет проекта не было но как бы это то что я бы хотел сделать но кто мне разрешит это сделать в жизни слышали а кто а кто тебе должен разрешить кто мог бы вообще разрешить да если найти какое-то место и выстроить эту вещь найти птиц ну вообще да конечно основная проблема это апатия и отсутствие мотивации как бы идеи очень много нет мотивации что-либо из этого делать и блендеры и все трясования это как бы наименее наиболее простой способ который не затрачивает особой энергии ну понятно слушай тут только есть вопрос от коллег можешь рассказать как ты начинал про первые твои заказы я понимаю что они тебе уже не интересны но вот как ты как бы ну взломал как бы лед этот да то есть с чего все началось с тебя я делал много совершенно разных вещей у меня было портфолио visual development где я пытался рисовать как disney pixar если можете представить и то есть у меня было где-то 10 разных вещей и из них ничего не произошло я где-то месяц я работал в фейсбуковой компании рисовал там яблоки сундуки и так далее типа фармвилл потом меня единственного уволили из команды 100 наверное худших художников которые когда-либо встречал в своей жизни и я понял что окей I give up после этого я просто стал мне оставалось там на месте два-три на визе и я стал делать просто какие-то картинки по своим любимым книгам Рэймонд Руссол и Джойс и ну как бы писатели которые не самые популярные в мире и и как-то из этого что-то вышло то есть люди стали это замечать и как бы те мои первые клиенты они были именно вон первый полноценный заказ был Нью-Йорк Таймс насколько я помню то есть более там литературные ну и где-то первый год у меня было наверное 5 или 6 заказов потом в следующий год было ну наверное 12 заказов потом там 30 то есть это был очень долгий процесс который так рост ну тебе пришлось уехать потом вернуться по визе или как это было устроено то есть или ты говорил что надо было найти работу для визы и ну работу я не нашел в итоге я поженился в итоге потом я развелся в общем все как обычно в общем я немного не по-честному это ну как не по-честному но не через работу по работе ну я просто меня никто не нанимал я думаю сейчас мне было бы сложно найти полноценную работу да ты продолжаешь преподавать ну пока что да не знаю насколько это будет это удовольствие какое-то или тебе зачем-то ну в основном да но иногда меня очень раздражают студенты которые у которых вообще нет никакого интереса к этому и которые приходят просто потому что им больше нечего делать или потому что не знаю им кажется что быть в артскуле это модно и так далее проще найти сексуальных партнеров что правда но как бы вот это отсутствие интереса она меня очень сильно удручает и если бы я мог выбрать студентов то это было бы прекрасно ну что я могу тебе сказать ну что я могу тебе сказать это прекрасно мы вот выбираем и мы мы сильно избалованы да слушай у нас более открытые то есть они берут ну прям всех подряд и да конечно чувствуется то есть я не говорю про там талант и так далее по этому плане мне абсолютно не беспокоит кто лучше рисует и так далее но вот когда людей нет никакого интереса и они смотрят на тебя как на сумасшедшего который что ты здесь делаешь зачем ты здесь есть намного более эффективные карьеры в мире чем что ты хотел сказать давай я напоследок такой вопрос тебе задам когда ты учился запрос звучит наверно так да чтоб ты себе посоветовал десятилетней давности и что ты говоришь студентам вообще это давай нам пустое ну мой совет остается тем же который это тоже совет который я бы себе дал сегодня это делает собственные вещи потому что есть ли что-то хорошее в пяти художника то что после смерти звучит довольно таки интересно когда может быть да нет ну на самом деле это неправда ну да совет опять таки это всегда ставить приоритет на собственную работу и как бы это то с чем я сражаюсь сейчас точно так же как я сражался десять лет назад то есть точно так же сейчас же у меня есть там какие-то три задания которые нужно сделать для компании и я могу их сделать и от этого у меня будет какое-то удовлетворение что я что-то сделал людям это нравится и так далее но это это ничего это просто пустота понимаешь то есть это то же самое что если бы я покрасил забор и и нужно ставить как бы разрешать себе ставить свою работу перед коммерческой работой и ну для всех по моему это разное для меня это и действительно всегда было связано с вопросом самоуважения которое у меня как таковое отсутствует практически полностью то есть то что мне нужно было в своем пути как художника заработать это именно уважение к себе и разрешение дать себе разрешение делать то что ты хочешь то есть ну и до сих пор как у меня проходят дни когда я сижу и думаю о том что нужно сделать то что я хочу и просто не делаю это потому что я чувствую что я не заслужил это какой-то в форме все это звучит безумно но как бы у всех свои ментальные блокады которые нужно перерабатывать ну а пути художника да как бы конечно это то что ты получаешь от того что ты кладешь линии на бумагу опять-таки извиняюсь за русский язык сломанный и как будто то что есть у нас чего нету большинства людей в мире и большинство большую часть времени я не получаю удовольствие от этого процесса но знаешь там раз в месяц ты нарисуешь что-то и потом думаешь откуда откуда это я не знал что ты можешь такую вещь делать и или ты сделаешь что-то и сам начинаешь смеяться от этого и как бы вот эти моменты для меня они более важны чем если завтра я получу какую-то премию или награду и ну просто идешь по улице и тебе приходит какая-то фраза в голову и ты записал ее и что может быть лучше сейчас на карантине я там иногда читаю новости там или какие-то посты переживаются и думаю вообще как они которые не художники мой мой образ жизни вообще не изменился то есть я живу точно так же как я жил единственная разница что я не хожу в офис что на самом деле лучше я не знаю зачем я туда ходил и все эти люди на нашем слаке они могут скучать о своей работе что за безумие и ты понимаешь что это просто люди которые застряли в этом капиталистическом менталитете и у них действительно ничего больше нет а у нас есть и в этом есть это определенная привилегия которая действительно важнее и которые как бы и не важно я просто хочу коллегам сказать что я не знаю то что меня поправь но я тебя слушаю до полтора часа и я так как бы слышу оптимизм на самом деле а не пессимизм то есть я понимаю что они все непросто и так далее но мне не кажется в каком-то упадочном состоянии нет у меня как бы в америке есть репутация такого прям хардкорного пессимиста мы это знаем да меткой закалки да но как бы по по отечественным стандартам я считаю что я довольно таки оптимистичен я понял слушай тут коллеги просят разрешить артему у которого здесь ник ад задать голосом вопрос артем задайте голосом вопрос всем привет роман привет я хотел спросить меня слышно я хотел спросить про ну вот ты говорил очень про работу и про свои персональные свое персональное рисование отдельно я вот в среде там условно говоря графиков знаю несколько там механизмов приобретения популярности типа там не знаю рисовать комиссионы понятно ну и это все как бы градируется от там от низкого уровня культуры до более высокого и ты как вот обладатель безусловно там супер популярного инстаграма и вообще ну как бы являясь рок-звездой у тебя есть какое-то позиционирование в этом вопросе или ты интуитивно чувствуешь ну как бы я не хочу как бы это наверное обидно звучит что ты чувствуешь что нравится людям но мне кажется что у тебя действительно есть какое-то внутреннее эстетическое чутье связанное с этим ну во-первых по стандартам инстаграмы не настолько популярен ну сравнительно с как бы другими художниками со мной ну если посмотреть на ну да ну если посмотреть на людей которые именно зарабатывают инстаграмом то есть там совершенно другие цифры там не не 10-20-30 тысяч а 100-200 то есть это это вообще другой уровень до которого мне совершенно нет интереса у меня есть знакомая Лиана Фингт, с которой я часто общаюсь, и у нее там миллионы этих поклонников, и я этого совершенно не хочу, потому что ее поклонники совершенно держимы. Роман, извини, я просто про то, я больше не про подписчиков, а про то, есть ли у тебя какой-то внутренний центр, который как бы помимо того, что ты хочешь сказать, говорит тебе вот это вот не то. Ну да. Ну, у меня есть скорее противоположность этого. Ну, как это сказать? Противоречивость. То есть, когда я вижу, что людям что-то нравится, я пытаюсь делать противоположность этого. Ну, то есть, ты впадаешь в такое противоречие, как ты писал об этом недавно, про рисование носа в виде стрелки, как, ну, насилие над зрителем, который жаждет эстетики. Ну да, да. Кто-то есть. Пока у меня еще есть слово, я хотел спросить, вот, исходя из того, что ты говорил, у меня все-таки складывается ощущение, что все-таки идеальный художник-рассказчик это все-таки писатель. У тебя есть такое ощущение или нет? Ну, я думаю, да. Я думаю, что я буду писать. Это я говорю еще в связи с тем, что ты чувствуешь какой-то именно вектор вот в сторону литературы и, ну, как бы, атовистичность рисования в вопросе рассказывания историй со временем, когда ты делал вот все эти книжки. Ну да. Да, я считаю, что моя описание сейчас намного лучше, чем... Не знаю, я думаю, что они на одном уровне примерно. Но... Ну, как бы сейчас, когда я читаю то, что я пишу там последний год или два, я считаю, что это все вполне нормально. И даже там в своем личном журнале, который никто никогда не увидит. Я думаю, что это вопрос времени, когда я перейду в полную описанину. и вопрос времени это артрит. То есть, ты думаешь, что она полностью заместит рисование? Какой-то момент. Ну, как, если, как бы, будет момент, когда я не могу держать кейс, что, я думаю, будет через 10-20, согласно врачам. Ну, это, как бы, там тоже тоже причина. Вот, например, моя мышь, она будет где-то вот так. Она эргономична. Потому что, если рисовать столько, сколько я рисовал, от этого можно себя очень пострадать. Но, как бы, сейчас я не чувствую огромной разницы между писанины и рисованием. То есть, я чувствую, что это, все это часть моей работы. Так же, как эти яхты и так далее. И я считаю, что как бы, я просто ищу какое-то применение этому. Ну, да, изначально я начал рисовать, потому что это было, ну, не только для того, чтобы привлекать внимание, но это была довольно-таки крупная часть этой причины. То есть, я думал, что если я напишу книгу, кто ее будет читать? Но если у меня есть картинки, то это намного проще привлечь внимание. Ну, и также, как бы, вот с этой идеей, что у меня была мысль сделать там какие-то микрорассказы, выкладывать их как подкаст. Но как можно найти какое-то внимание в текущем мире подкастов? Это же нереально. Поэтому, да, как бы, иногда начинаешь с мысли, как это можно сделать чем-то более своеобразным, более интересным. Потом ты понимаешь, что это может быть часть повисования. И я не считаю, что мои книги могли бы существовать без картинок. Но в то же время я могу представить, что там то есть, у меня есть одна книга «On Doing Nothing», которая практически только текст. и картинки там особо не нужны. И я вполне могу представить, что через лет 20-30 если я буду жить, я буду только писать. И не знаю. Ну, если бы, последний даже год я написал довольно-таки много там статей и так далее. если меня кто-то приглашает, я это сделаю. И у меня в шкафу где-то такая стопка блокнотов с раскатами, которые я никогда не смотрю. Что рано или поздно это надо будет напечатать и что-то с этим делать. Не знаю, когда. И последнее. Я очень часто замечал, что у тебя многие персонажи это как бы такие квази-биографические образы. Ну, то есть особенно там в каких-нибудь Yellow Zins у тебя как бы мы понимаем, что персонаж это ты и он рассказывает условно какую-то историю, которая может быть биографической, может быть нет. И, кстати, вот в книжке про Дюшана у тебя как бы реальный персонаж, но при этом ты придумываешь ему биографию. Тебе как бы в случае, когда ты рассказываешь про себя так проще рассказать какую-то историю, которую ты бы не рассказал или ну как бы почему ты используешь себя как персонаж и как бы как ты нашел этот прием? Ну, если я правильно понимаю этот прием. Ну, как бы я не считаю, что я использую себя как персонаж, но это просто для меня, я думаю, для большинства людей невозможно, чтобы это не произошло. то есть большинство из моих персонажей женщины всегда были и я думаю, будут опять-таки потому что я мужчина, я знаю, что это. И у меня как-то неинтересно об этом писать. но в то же время это как мы знаем пол и гендер и так далее все это разные вещи и если я пишу в другом области, в другом поле, то это якобы все равно живу эту жизнь другим образом. Ну, якобы в Дешампе очень много из моей жизни. В частности, там есть преподаватель искусства, который говорит фразу, которую я услышал у одного из моих коллег и она мне показалась настолько бездарной и глупой, что я ее записал. и решил окей, надо использовать такой материал. Да, если интересно, фраза была, он задал вопрос своим вопросом, вопрос своим студентам, какой секретный ингредиент, который должен быть у каждого художника. И они где-то 10 минут пытались угадать, что это, и в итоге он сказал, секретный ингредиент это страсть. Идеально, идеальный ответ. В моей книге я это поменял, и он говорит, секретный ингредиент это то, что каждый из вас должен найти, и вы должны все уйти и пойти и так далее. Я как бы, не знаю, я всегда был очень большим поклонником вот такой bullshit talk, то есть когда люди не говорят ничего, но при этом говорят очень много слов. Ну да, я не знаю, я считаю, что не можем да, что ты говоришь? Нет, я хотел сказать, договори, пожалуйста, мысль, и мы на это не отпустим. потому что у меня нет ничего биографического и небиографического, то есть если я пишу о себе, я практически всегда что-то придумываю. Ну, недавно я писал там что-то про альбом The Fall, который я слушал в карантине для Believer, и где-то половина из того, что там написано, придумано, и все это по идее автобиографическое. Вплоть до того, что я придумал название улиц. То есть ну, это, знаешь, то же самое, что делал Бабель и Довлатов. И на самом деле очень многие русские писатели не задумываются о вот этом концептуальной части. Здесь это более так, а, это autofiction или whatever. Ну, то же самое делал Лилия Дэвис и так далее. Но как бы память не существует как прибор. Любое воспоминание это фикция. И мой подход это просто я не думаю о я не думаю о том, что есть какая-либо разница между тобою и другим человеком и персонажем. Но это как более как теория Элан Ваттс о том, что ничего не существует. То есть индивидуальности нет, таланта нет, человека нет. И нет никакой разницы между тобою и куском металла. Это просто собрание атомов, которые случайно как-то собрались. и точно так же я не верю в концепт как-то free will. То есть я не считаю, что-либо, что я говорю имеет какую-либо волю. То есть это все просто собрание случайностей в моей жизни. Anyway, это подошло слишком глубоко, поэтому... Нет, в том раз. Ладно, Ром, спасибо огромное. Вообще всегда кайф тебя слушать и смотреть то, что ты делаешь. В общем, держись, будь здоров. Ну, спасибо. Блиги себя. Окей, всем удачи. На связи я тебе еще напишу. Окей. Всем спасибо за внимание.